а теперь говорите по поводу того что сожгли сад есть силы которым не выгодно чтобы все цвело все росло и чтобы людям было хорошо ну возвращаться в ту историю когда по это самое подходит ко мне приблотненный такой мой наречаний земляк константинович я вообще-то но это те годы знаете давно было вот я был это самое на сходке так и заявляю короче наши эти постановили значит железова не трогать он работяга а я до этого на заводе работал мне по заводу знала полгорода тогда это главное предприятие вот ну а дальше вот что случилось то случилось соседский сторож приехали до 4 парня на документы подожгли со всех сторон а я уже сдал в аренду я я фермер еще но я уже как бы сказать селекционер мне это интересно было даю в аренду арендаторы проспали не привыкли домик дом есть сейчас он стоит ночевали в городе за что я хотел умереть не обидев ни одного человека и все равно так случилось ладно теперь давайте другое что еще можно дело в том что рассказываю примерно так откуда набирался опыт приезжаю знакомлюсь с самой выдающим садоводом с бойковой галины николаевны это шушенский гсу директор вот расположен не в самом шушенске а по поселке субботина хожу по саду а она мне драсти здрасти да я вот же я вот у меня опять фермер новичок то прикидываюсь хотя опыт у меня уже был меня уже печатали газеты но мой опыт был дачный а там промышленный сад все все по-другому вот а не до вас показывает это значит у них прекрасная сад был из китайских слив стоит машина пол полузагруженная она ее муж ее же помощник она директор еще десяток тех в панике собирают это самую китайскую сливу а она же на глазах уже грузят а с нее уже сок капает куда вы ее спрашивали а на конфетную фабрику только забыл минусинский левомоканец конфетная фабрика видимо так на конфетную фабрику не до вас я приехал и ходи по саду я ходил по саду вот ну теперь поздно уже про это говорить пипин шафраны потом она о нем рассказывал меня пригласила персонально на конференцию на эту региональную лица меня пригласила она уже потом я фермер я теперь пальцы гну вот и она мне вот на конференции рассказывает самый лучший сорт из яблонь для дачников для а там были представители колхозов и за те внизу а как агроном а колхозная ну и несколько этих вроде меня фермеров фермерское движение такое еще зачатывается вот и распоказывает фотографии все а я по ее саду ходил до этого уже годом раньше я подскажу пипин шафраны деревья крупные крупные ветки обломаны знаете почему урожай немыслимый но яблоки мелкие 50-70 грамм они как бы не товар на их нет ни один этот не возьмет ни одна агрофирма ни один этот как гипермагазин или как они не возьмут потому что вид не товарных не купят люди привыкли вот у них покупать этих эти же самые golden delicious и прочее и груши которые называются лесная красавица эти конференции но для дачников уже лучше ничего нет теперь что получается опоздал вопрос если бы не было вот страшной эпидемии вот это которая уничтожила во всем минусинской котловине практически 95 процентов яблок тогда бы я сказал пипин шафраны и ничего что он мелкий а сейчас не те времена когда можно брезговать этим вот почему вспоминаем наш разговор сидим мы дождь сидим у меня в летней кухне и кто-то из вас что сказал а вот разговор был с украинцем который в этом промышленном саду мирослава да она с украины она с украины ей значит местный то ли фермер то ли работник саду поляки опылялись 32 обработки за 30 дней вот они польские яблоки каждом магазине так нет ну что но теперь уже вопрос отпал я обстоятельно говорю сливы если брать сливы а я что-то научился разбираться по неволе жизнь заставила сливы я эти китайские даже не собираю несколько дней еще полежат уже не кисло кстати они даже не сладкие они сильно сладкие приторно сладкие и вот они лежат и аура собрали косточки высушили до сих пор в россии нет такого обилия китайских слив ну для дачика это что проблема что она быстро портится сегодня она на дереве а завтра она уже в виде кусок компота варенье джемы да можно даже и высушить до сушеные зимой как семечки а есть у меня эти самые венгерки а венгерки парати транспортабельные лёжки сказать за и займитесь ими вот проблема с опылением только сейчас утром я снимал фильм у меня тут тоже земляк тоже наличание с берега тут 300 метров вот он значит купил эту и у него плодоносит стартовая прекрасный сорт прекрасно и нет плодов и тут я давай подбирать под неё хожу по саду фильм учебный снимаю ведь это проблемы вот лёжки а на украине а их это я я сам школьникам их собирал пять ведер лезешь на дерево пять ведер колхоза шестое себе прекрасная твердая сочная твердая как хрустят вот они то лежат хрустящий кисло сладкий одно на для промышленного сада для вашего не пойдут не нужны морозостойки потому что там вообще если полтора гектара только для себя это берут все равно этом сильно много это надо иметь сторона там с учим там намного холоднее даже чем в обозе вот именно так ну чё отметаем сливы вообще как промышленную продукцию морозостойка давайте про абрикос вот возьмите вот эти две книги дайте мне сейчас которые вы купили значит этого вам не видать они будут они даже вот это вот так данном случае это академик он у вас еще вот так вот покажу да и он у вас даже замерзать не будет не будет я проделал работу теперь у него морозостойка 40 это это если будет 45 50 туда извините это вы просто наглый товарищ вот они рассчитали а вот это вот вот создать ее а вот это и есть один из сыновей маньчжурского абрикоса вот вы сказали холодно холодней что базе по фигу еще какой морозостойки но каждый год урожая вы не дождетесь среднем через год вот заморозки у вас бывает а где их не бывает они они связи в турции в греции в египте где бы вы не жили все она за предсказуемая погода тем более что делать значит мой совет такой вот сейчас моя это вчера а я опять фильм снимал я же не могу это же как и какой-то достаток и как роднята она значит всех болеет всем заниматься но в саду может покопаться да и вот она вчера посадила тысячу косточек ну может там не 1500 от 500 до 1000 косточек вот этих вот вот они к осени они вырастут так я дам объявление от ее имени она напрямую будет посылки посылать ее зовут фамилия мельника лишний раз рекламирую юлия сергеевна так значит она посылки раз картонную коробку корни в эту тряпку мокрую потом полиэтиленовый пакет и только корни вот время определенную у меня опыт богатый но на меня по моему в россии нет нету че кто бы обиделся ведь я же рассылал сотни посылал поболоже был выживал и тогда получается что значит заранее договаривайтесь если сразу возьмете сотню две три допустим так это вам обойдется недорого я могу только так сказать юля это наш человек вот 500 рублей за штуку сотни это получается каких-то 50 тысяч да вот мы с этим ограничиться это я для примера а практически я говорю для всех просто вы как бы в этой очереди 1 вот примерно вот такой разговор вот это вот это а еще что интересно вот я показываю вот это вот у вас будут внуки а вот это вот смотрите это папа вот это есть тот самый знаменитый вот он патриарх это первое единственное в своем роде дерево для всей сибири у меня еще дети и даже для россии далеко я говорю не про ваших этих а про вас я про внукова этого это все это и абрикос называют манжурский патриарх у него есть теперь имя собственное он какой абрикос есть абрикос железова есть крупноплодные железова я объясню дело в том что я выросил вот это вот вот то что сейчас видите сейчас вам покажу да спасибо что подсказала так вот айпи дело в том что я все свое лучшее вы знаете что такое настоящая дружба все самое ценное что у меня было я просто подарил юрию алексеевич он моложе меня лет на пять он должен был сейчас быть первым в россии у него золотые руки вот когда это все вырастил даже у меня уж на что я привык вот к этому да даже у меня крышу снесло представляете какой был чек вот и его залечили насмерть но это ладно это обида осталась у меня в душе я потерял такого человека знаете я никогда в жизни меня резали когда у меня развалился шов операционный вот и мне потом ножницами не в течение месяца выстригали гнилые эти самые без наркоза я не плакал а когда он умер я плакал не мог остановиться я к чему говорю вот это название вот это название абрикос железов он называется крупноплодный железа он его еще один вариант сделал прививками мы никогда не занимались опылением это тупиковый путь науки я бы запретил сегодня дай право опыление еды химикатами нет я имею ввиду это два разных сорта чтоб один дал морозостойкость а другой дал крупность а у нас получилось предельная крупность от 100 до 120 грамм так на данный момент ну есть варианты уже какие-то 130 грамм на это пока не не закреплено а у меня получилось если у меня вот они длиненные с носиком это академик а я бросил еще три поколения получил совершенно другие плоды а название как себя увековечить вроде стыдно а потом придумал сказал ну и бог всем крупноплодный железово кстати теперь я еще скажу а хочется это вот каждый в душе мечтает конечно не каждый может извините за вражение королеву это самое полюбить там определенном смысле вот ну где-то в душе помните молодость вот любить то королеву украсть так миллион я кстати считаю так что украсть бы не украл а королева не отказался при случае так вот я сейчас говорю не о реальных я живой плоть про женщину я говорю про вот королева вот вот да и теперь что с ним получается перехожу все равно вот я от промышленного сада перехожу к простому допустим ну не сто штук как вот я посоветовал сто двести купить вот этих вот как я посоветовал виде однолетних сеансов да у той же юлия сергеевна а купить 10 20 то можно возле дома а дом греет у вас частный дом то думаю еще как такового нет еще надо делать но будет значит смотрите с одной стороны ограда например севера или запада откуда ветра так а другой стороны дом который всю зиму утапливается все вы вот с вот с этими абрикосами вот с этим вот поняли почему нет 5 можно так подобрать место чтобы и сладкие груши вот груши вообще обожаю это моя слабость так я вас жду в сентябре вот я тут просто сентябрь столько этих ведер раздал и как-то проезжали прошлый сентябрь женщина стояла на родине давал груши мы остановились с другом ведро купили пока доехали обратно нормально но есть из хутора хуторят сладкий груши только от меня не знаю ну то что они вообще один за одной ели ну понятно так я когда сюда приехал это была проблема номер один абрикосы 50 граммовые антоновки были уже вы не поверите 500 граммовые яблоки видел на рынке откуда а эти привозили же как везутся черенки саженцы то джекистана наши металлурги но со средней азии возить сюда саженцы это не только бизнес а растения здесь навряд ли будут а для чего нужны такие как железо лотинку мой сергей сын вон он взял это купил вы прислали с крыма все подохло а что мы успели сделать веточки саженцы и привали видите как просто так теперь значит если создать дома возле дома микроклимат у вас будут и да и априкосы крупноплодные и груши сладкие и все остальное тоже вот этот момент ну сейчас подробнее не будем а вторая серия кончается из промышленных этих значит войлочные вишни мой да придется третью серию я по порядку здесь не знаю как у вас москве и там нихрена не пошла в костроме как брат рассказывает не пошла а здесь сибири она себя чувствует великолепно лишь бы только не было за 40 градусов вот одно ограничение а вот это была очень породостойкая с какая вот эта прошедшая зима насколько у нас в базе я понимаю градусник у меня врет но он постоянно показывал 45 47 и очень долго так ну в общем тогда правильный сад говорит точно говорить трудно будет но у нас не каждый год не каждый год там вот где я хочу там еще так он у меня здесь мало снега бывает по щеколотку а слух пустили в железо 2 метра вместо 2 метра у меня по щеколотке давайте сейчас не будем про эти про ягоды смотрите значит сколько вас снега среди ну метр точно даже может метр тогда больше давайте то что терпит это абрикос не терпит то есть садить можно на холмы по железу это это все книги есть так а если брать проще значит яблони можно под снегом вот но не стелющийся форму а просто низкостамбовый чтобы на предмет когда одна же ударит 45 47 пусть отмерзает под снега вылезет опять вот этот момент и еще сливы не боятся сырости вишни не боятся сырости и так волочную вишню можно самому и вырастить даже не надо покупать саженцы 50 100 ко мне приедете вон собирайте ловите на слове так теперь дальше груши 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 посадите уссурийские груши и у меня к ним специально приучена особая работа вот где-то плачет государственная премия моя методика называется это настроение ментора то есть закрепляем 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 3-4 поколения и вот и уже вся морозостойкость от подвоя в привое а это мало того привой не портится за несколько поколений действительно находка это сломал шею мичурин извините это правда и мичурин на этом деле сломал шею и лысенко сломал шею а дальше не пошли а тут получается мало того что привой хуже не становится это ведь уже не первое поколение вот это вода все по двое укрепляется и порога это как называется оккультуривается вот иначе как бы я вот эти бы абрикосы бы сделал съедобные вот эти вот прививки привой улучшил по двое вот она вот так смотрите закончилась вторая минутка тогда хватит на сегодня все я чувствую мне вас жалко но мы же еще вернемся к этому разговору знаете когда когда в эти две книги полностью изучите это не шутки где-то в них и поставлена граница а где-то ее надо уже перейти эту границу все благодарю за меня я с вами не прощаюсь я прощаюсь с зрителями